Ульяновск – динамично развивающийся город, в котором специалисты многопрофильного научно-исследовательского и проектного института «Мостранспроект» столкнулись с серьезными вызовами решения транспортных проблем. Досконально изучив пассажиропотоки и различные варианты движения автомобилей и общественного транспорта, столичные эксперты представили две информационно-аналитические системы. Первая – это электронная карта, на которой можно видеть перераспределение транспортных потоков при любых изменениях в дорожной обстановке. Вторая – региональная навигационная информационная система, показывающая движение не только общественного транспорта, но и машин коммунальных служб. Я могу, допустим, взять суточные рапорты, посмотреть, сколько транспортных средств выходило на маршрут конкретно, тот или иной людей. Почему? То есть, если их было меньше, то это заведомо известно, что график 40, правильно? Потому что расчеты сделаны при тылу. Если их было больше, возникает тоже вопрос, а зачем мне больше? По мнению разработчиков, предложенный ими мониторинг позволяет видеть в единой системе, какие маршруты есть в городе и как эту сеть сделать доступнее для пассажиров. Региональная навигационная информационная система должна стать удобным инструментом взаимодействия руководства Ульяновска с операторами общественного и коммунального транспорта. Проект организации дорожного движения разработан на 216 километров уличной дорожной сети города, разработан на все основные опорные магистрали, просмотрены как раз те самые вызовы, про которые я говорил по поводу узких мест, предложены где-то светофорные регулирования, много где, там, три полосы в одну сторону движения есть, существуют нерегулируемые пешеходные переходы, везде предложены пешеходные переходы, да, с вызывной фазой. Кроме того, столичные специалисты предложили изменить маршрутную сеть и интервалы движения, убрать дублирующие и добавить актуальные маршруты, установить новые светофоры и многое другое, что в целом вылилось в очень объемные исследования, изложенные в 127 томах. Там начали поэтапно работу сдавать, анализировали замечания, предложения, давали, пока вот что-то конкретно сказать тяжело, я думаю, наверное, не один месяц нам потребуется для того, чтобы проанализировать все это, просмотреть, после этого делать какие-то шаги, потому что даже сейчас мы обсуждали одномоментное изменение маршрута, естественно, просто-напросто невозможно. Сделать его за неделю, за две, за три, ну это тоже нереально, просто люди все запутываются, боюсь, и транспорт встанет. Игорь Бычков добавил, что исследования и предложения москвичей будут взяты за основу, и ее после всестороннего анализа предстоит дорабатывать, одновременно обучать людей, которые будут работать с новыми информационно-аналитическими транспортными системами. Алексей Матюнин, репортер 73.